В одном из видео мы обсуждали, с какими проблемами зачастую сталкиваются участники торгов и какие мошеннические схемы встречаются в практике. Так как же заранее обезопасить себя от покупки лота по необоснованно завышенной цене, от приобретения мертвой дебиторской задолженности, да и просто от мошенников? Обсудим в этом видео. Общими рекомендациями для участия является тщательная проверка выставленного объекта, проверка репутации электронной площадки. Слишком низкая цена лота должна вызвать у вас подозрения, хотя и лота с неликвидом продаются по завышенной цене. При сомнениях в цене или в качестве лота лучше воздержаться от покупки. Теперь же разберемся, как выявить и предупредить частные случаи, например, имитация торгов. Из прошлых видео вы знаете, что по правилам торгов всем участникам, кроме победителя, возвращают ранее внесенный задаток. Суть обмана в таких схемах заключается в сборе задатка, который потом не возвращается никому из участников. Мошенники используют данные обанкротившихся компаний и размещают лоты от имени ее конкурсного управляющего, приводят банковские реквизиты для перечисления денег. Естественно, лоты предлагают по привлекательной цене. Схема рассчитана на то, что покупатели в погоне за дешевым лотом забудут о всех мерах предосторожности и внесут задаток мошенникам. Как же этому противостоять? Прежде всего, покупателю нужно найти информацию о имуществе, выставляемом на торги. По закону номер 127 ФЗ, сведения о том, что торги будут проводиться, публикуются в обязательном порядке в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Полные данные по торгам также размещаются в официальных источниках, например, в газете «Коммерсант». Так что убедитесь, что торги, в которых вы хотите участвовать, настоящие, а имущество действительно предложено к продаже. Зачастую продажи имущества банкрота осуществляются в интересах определенного лица или группы лиц нужного покупателя. Тогда выставляемый объект представляется в непрезентабельном виде, чтобы отбить желание покупателей на лот. На торгах может встречаться и противоположная ситуация – намеренное улучшение выставленного на продажу объекта. Например, в информации о лоте умалчивают факт некомплектности либо неисправности. Для того, чтобы выявить это, покупатель должен предварительно провести проверку объекта покупки еще до начала торгов и осмотреть объект визуально. Бывая, для продажи имущества нужным лицам организаторы торгов отказывают в доступе к торгам. Противостоять этому можно только путем обращения в суд, который может признать торги проведенными с нарушениями, а действия организатора торгов, который ограничил круг потенциальных покупателей, повлияв на результаты торгов, неправомерными. Перед этим важно проверить, что регистрация на электронной площадке действительно была выполнена корректно и все формальности выполнены. Рекомендуем заранее подготовить необходимый пакет документов, перечень документации, размещенной на электронных площадках и составить заявку в соответствии с инструкцией. Но не всегда проблемы могут быть связаны с мошенничеством со стороны третьих лиц. По неопытности покупатели могут приобрести неликвидный лот, например, право требования долга, которое вместо прибыли принесет убытки. Важно! Прежде чем покупать такие лоты, покупателю необходимо тщательно проанализировать происхождение долга, а главное пробить дебитора, проверить, не является ли он банкротом или не ликвидирован ли, имеются ли в наличии документы, которые подтверждают задолженность, основания для взыскания задолженности и узнать, не истек ли срок исковой давности по долгу, а также есть ли у должника ресурсы для возврата долгов. Наши зрители уже знают, что по общему правилу при продаже имущества на торгах в рамках дела о банкротстве прекращаются все права третьих лиц на это имущество. Но есть имущества, например, объекты незавершенного строительства, которые выставляются на торги с обременениями. Например, в виде требования к покупателю принять на себя обязанности банкротившейся компании предоставить жилые помещения или денежные средства участникам строительства, дольщикам, физическим лицам. Такие объекты обычно продаются с значительным дисконтом, поскольку цель продажи – поиск инвестора для завершения строительства. Чтобы обезопасить себя от возможных проблем с покупкой подобного имущества, прежде всего закажите выписку из ЕГРН и проверьте указанную в ней информацию, а именно пункт ограничения прав и обременения. Если у вас возникнут вопросы, вы можете оставить их в комментариях под роликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе с одной из ведущих консалтинговых компаний в России – Роско. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok